Всем привет. Думаю, что у вас все хорошо. Я вам очень признателен, что вы слушаете эту программу. Фокус программы – это разговорный английский. Но очень-очень много мы говорим о грамматике, так получается. Куда же без нее. Тем не менее, мы хотим, чтобы наш курс прилагался в жизни, какие-то клише были заучены и востребованы в жизни, чтобы он не был таким классическим и мог быть использован лишь как приложение к какому-то курсу. Поэтому мы стараемся много слушать, много повторять, ломать свой язык, ломать свое ухо. И мы начали наш урок с джазовой композиции «Sunny Side Up». «Солнечная сторона». Вам быть на солнечной стороне всегда, желаю я. А мы начинаем сегодня, наверное, с прослушки, как всегда. Сегодня такой урок будет, наверное, совершенно небольшой, потому что я не вижу необходимости переходить к следующему юниту, не до конца, вот разобрав эти tape script. Окей, so, probably you can see my cursor sounding polite. «Быть в разговоре вежливыми» или «звучать вежливо», чтобы ваши фразы звучали вежливо. Вежливо, sounding polite, polite, вежливо. Exercise 4, tape script 8.12. Listen and look at these lines of conversations in a cafe. Послушайте, посмотрите на эти предложения, звучащие in a cafe. В кафе много раз слышал, как это слово читается неправильно, потому что это французское слово, там даже ударение есть, читается. In a cafe, in a cafe, в кафе. Which sound more polite? Какая фраза звучит более вежливо? Давайте за носителем, и мы, наверное, сразу по тону поймем, какая более вежливая и какая менее. Окей. Point 12. I'd like a coffee, please. I'd like a coffee, please. Я хотела бы чашечку кофе. Смотрите, какой нюанс. A coffee. Вы могли бы сказать I'd like some coffee. Совершенно нормально. Я хотела бы кофе. Вообще. I'd like some coffee. I'd like a coffee означает чашечку. Чашечка исчисляемая существительное. Two cups of coffee. Three cups of coffee. A cup of coffee. A coffee. A coffee. Это чашечка кофе. Окей. Там же, также смотрите. I'd like some chocolate. Как один из вариантов. I'd like some chocolate, please. Я бы хотела шоколада. Вообще шоколада. I'd like a chocolate, please. Я хотела бы шоколадную конфетку. A chocolate. Стала существительное исчисляемым с артиклем E. Помним, что этот артикль употребляется только перед существительными в единственном числе. Окей. А вот второй пример, то же самое, из этой самой оперы. I want a latte. I want a latte. I want a latte. Latte – разновидность кофе. Ну, одна из вариаций. Мы знаем cappuccino, мы знаем espresso, cappuccino, espresso, latte, с большим количеством сливок, молока и так далее. Окей. I want a latte. Опять неопределенный артикль. E означает, что я бы хотел стаканчик или чашечку латте. I want a latte. Чашечку латте. Окей. Хотя, совершенно справедливо звучит фраза. I want some latte. Я хотел бы латте. Окей. Give me some cake with that. Give me some cake with that. Понятно. По эмоциям, прозвучавшим в этом предложении, понятно, что это далеко звучит не not polite. It doesn't sound polite. It doesn't. Doesn't sound polite. Звучит невежливо. Give me some cake with that. Дайте мне с этим cake. Какое-нибудь пирожное. Some cake. Окей. Если бы a cake, одно пирожница, можно было бы таким образом эту фразу переделать. Can I have a sandwich? Can I have a sandwich? Могу я попросить sandwich? Can I have some sandwich? Тоже справедливо совершенно. Какой-нибудь sandwich. Чашечка чая. Чашечка чая. A cup of tea. Could you bring me a smoothie? Could you bring me a smoothie? Смузи. Тоже вариация молочного коктейля. Could you bring me a smoothie? Много раз спрашивают, какая разница между can and could. Could. Это часто слово переводится с частицей бы. А can без частицы бы. Смотрите, здесь совершенно справедливая фраза с глаголом can. Допустим. Can you bring me a smoothie? Can you bring me a smoothie? Вы можете мне принести смузи? Можете. А теперь, could you bring me a smoothie? Могли бы вы, могли бы, поэтому, наверное, чувствуется и в русском языке разница. Можете принести и могли бы принести, могли бы, такая фраза более вычурная, вежливая. Окей. Could you bring me a smoothie? Но, пожалуйста, не фокусируйтесь сильно на глаголе can и глаголе could. Используйте глагол can, потому что can часто очень используется could. Ради бога, пожалуйста. Но просто в некоторых ситуациях это может показаться вычурным, слишком вежливо, не соответствует окружающей обстановке. Окей. И то, и другое годится. Exercise 5. Упражнение 5. Complete the conversation in a cafe. Заполните разговор в кафе. Complete the conversation in a cafe. Еще раз повторяю. Мы так же поступаем, как и в предыдущем случае. Слушаем носителя, ломаем язык. Tape Script 8.13. Tape Script 8.13. Даже это произносите, повторяйте. Tape Script 8.13. Напоминаю, что все сделано для бизнес-людей, для людей, которые экономят время, экономят деньги. Все бесплатно, выложено на Яндекс.Диске. Там треки найдете, без моих вкраплений, пожалуйста, слушайте. А здесь мы послушаем, поповторяем, попереводим. Sounding polite. Звучит вежливо. Hi, what can I get you? Hi, what can I get you? Hi, what can I get you? Что я могу вам принести? Hi, what can I bring you? Bring принести? Hi, what can I get you? Окей. Что я могу вам принести? Что я могу вам взять? Ну, раз разговор идет в кафе, трудно понять, это между молодым человеком и девушкой, и он ей хочет что-то взять. Может быть. I'd like a latte, please. I'd like a latte, please. Я бы хотела латте, чашечку. A latte, please. Sure. Have in or take away. Sure. Have in or take away. Нет, все-таки это между женщиной и девушкой, и женщиной, и официантом. Потому что следующая фраза. Sure, конечно. Have in or take away. Have in. Eating in. Помните у нас? Еда дома. Eating out – это еда где-то, в кафе, в ресторанчике, в кафетерии. Have in. Вы будете здесь пить? Вы будете здесь кушать? Or take away. Take away или возьмете с собой. Have in. Have in. Я буду здесь. Have in. In. What size do you want? Small. What size do you want? А какого... Какой вы хотите? Латте. Small, medium or large. Small, medium or large. Small – маленький, medium, средний or large – большой. Large, please. Sorry. Какой она хочет? And what size do you want? Small, medium or large. Large, please. Large, please. Мы заказываем большой латте. Would you like anything to eat? Would you like anything to eat? Would you like... А хотели бы anything, что-нибудь покушать? Would you like anything to eat? Some toast? Croissant? Croissant. Croissant? Some toast? Croissant? Toast? Croissant? Croissant? Some toast? I'd like some toast, please. I'd like some toast, please. Я бы хотел... Я бы хотела toast. Problem. Can I have some honey with the toast? Can I have some honey with the toast? Можно тост с хани, с мёдом, honey. Can I have some honey with the toast? Она останавливается на фразе can, а могла бы запросто на could. Could I have some honey with the toast? Sure, take a seat and I'll bring it over. Sure, take a seat and I'll bring it over. А вот здесь bring глагол идёт, принесу. Конечно, sure, take a seat, take a seat, тоже хорошее клише. Садитесь, take a seat, I'll bring it over. Я принесу, I'll bring, будущая форма, будем о ней говорить. Well, 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 мы сегодня такой кратенький урок сделали, что в следующий раз мы перейдём на новый юнит. Почистили разговорную практику, послушали, поломали язык. And as I promised, we are finishing our class with that jazz composition, with that beautiful jazz composition, sunny side up. До солнечной стране. Sunny side, up. Окей, и если у вас впереди working week, рабочая неделя, если у вас впереди какие-то не совсем приятные денёчки, I wish you to be at a sunny sun. Я желаю вам быть на солнечной стороне. And I appreciate you listening, I appreciate you being with me. Спасибо за то, что слушаетесь, за то, что находитесь со мной. Goodbye, Alex.